Всем привет! Продолжаем рассматривать работы художников и скульпторов Джеймс Глисон. Сеятель. 1944 год. Холст масла. 76 на 50. Джеймс Глисон. Один из передовых австралийских художников второй половины 20 века. Все его творчество представляет собой попытку проникновения в бессознательное человека, его страхи и фантазии. В большинстве случаев работы художника развивают стилистику сюрреализма. Детские воспоминания Глиссона наполнены болезненными впечатлениями от минувшей Первой мировой войны, которыми делились с ним и друг с другом взрослые люди, участники тех событий и свидетели ужасов. Когда он всерьез решил посвятить себя изобразительному искусству, началась Вторая мировая. Таким образом, война была для творца, преследующим с пеленок и до окончания юности, кошмаром. По словам художника, он всегда надеялся, что можно повлиять на отношение людей к военным действиям, возвестить об их катастрофических последствиях и предотвратить возникновение новых. Картина «Сеятель» отсылает к знаменитому одноименному полотну французского живописца XIX века Жана Франсуаза Милле. Глиссон говорил, что постоянно держал этот образ в голове во время написания произведения. Его персонаж – это «Сеятель» XX столетия, чей жуткий облик и неестественные мутировавшие конечности отражает бесполезность неоправдавших себя идей гуманизма. Мрачный пейзаж предстает выражением духа современности, в то время как в работе Милле изображенная природа олицетворяла плодородие. Вот такое описание к работе Джеймса Глиссона «Сеятель» 1944 год я нашел в интернете текст по книге «Великие музеи мира». Всего хорошего, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok